Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня в пятницу за богослужением читается Евангелие от Луки, глава 12, стихи со 2 по 12. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Иродьякона отца Александра. Глава 12, стихи со 2 по 12. Глаголю же вам другом своим, не убойтеся от убивающих тела и потом немогущих, лишь от что сотворите. Сказую же вам, кого убойтеся, убойтеся имущего власть по убиении воврещив дебрь огненную, ей глаголю вам того убойтеся. Не пять ли птиц цениться пенезем одвима, и не едино от них несть забвена пред Богом. Но и власть и главы вашей все из-за чтений суть, не убойтеся убо, мнозих птиц унши и стевы. Глаголю же вам, всякий же ащий исповесь меня предчеловеки, и сын человеческий исповесь его предангелы Божиими. А отвергись и мне предчеловеки, отвержен будет предангелы Божиими. И всяк и же речет слова на сына человеческого оставится ему, а на святого духа хулившему не оставится. Екда же приведут вы на соборище и власти и владычество, не пицитеся, как или что отвечаете, или что речете. Святый Бодух, но учитвий в той час, я же подобает речи. Предлагаю прочитать этот текст в русском синодальном переводе. «Нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и тайного, чего не узнали бы. Посему, что вы сказали в темноте, то услышится во свете, и что говорили на ухо внутри дома, то будет провозглашено на кровлях. Говорю же вам, друзьям моим, не бойтесь убивающих тело, и потом немогущих ничего более сделать. Но скажу вам, кого боятся, бойтесь того, кто по убиении может вернуть в гиену. Ей, говорю вам, того бойтесь. Не пять ли малых птиц продаются за два осария, и ни одна из них не забыта у Бога. А у вас и волосы на голове все сочтены. И так не бойтесь, вы дороже многих малых птиц. Сказываю же вам, «Всякого, кто исповедует Меня пред человеками, и Сын человеческий исповедует пред ангелами Божьими, а кто отвернется Меня пред человеками, тот отвержен будет пред ангелами Божьими. И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет, а кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится. Когда же приведут вас в синагоги к начальствам и властям, не заботьтесь, как или что отвечать, или что говорить. Ибо Святой Дух научит вас в тот час, что должно говорить». Начальные слова сегодняшнего евангельского чтения, дорогие братья и сестры, указывают на бесполезность лицемерия. Как не скрывает лицемер свое душевное состояние, оно в конце концов все же обнаружится явно для всех, потому что наступит судный день, открывающий тайные помышления и желания, и выявляющий то, что считалось скрытым. Блаженный фея Филакт отмечает, что Господь говорит это ученикам, а между тем направляет против фарисеев, намекая на их коварные умыслы, и выражает как бы так. «Фарисеи, что вы замышляете в темноте, в ваших темных сердцах, желая уловить Меня, то будет услышано и указано во свете. Ибо Я – свет, и вы не можете укрыться от Меня, но во Мне, свете, распознается все, что замышляет ваша темнота». После обличения фарисеев Господь обращается к Своим друзьям, ожидая от них открытого и честного и безбоязненного служения. Он научает пренебрегать телесной смертью по причине того, что убийцы вредят одному только телу. Душе же повредить не могут. Только лишь Бог может вернуть в гиену и тем самым казнить и душу, и тело. Ефимий Зигабен замечает, «Не бойтесь тех, которые убивают тело, и не оставляйте ради этого проповеди, но бойтесь того, который послал вас на это служение, и делайте то, что Он повелел вам. Те, хотя и убьют тело, но не одолеют души, а этот и душу, и тело может погубить в гиене, то есть наказать». Продолжая свою речь, Господь побуждает учеников к твердому исповеданию веры, говоря, «Всякого, кто исповедует Меня пред человеками, и Сын Человеческий исповедует пред ангелами Божьими». Под исповеданием Он подразумевает свидетельство о себе, «Потому, — говорит, — всякого, кто объявит Меня Богом, Я объявлю верующим пред ангелами Божьими, то есть слугами, окружающими престол Царя Небесного». И даже в момент призыва к мужественному свидетельству Спаситель говорит о том, что не будут навсегда лишены прощения те, кто отвергнет его по немощи или неведению, «И всякому, кто скажет слово на Сына Человеческого, прощено будет», но тут же добавляет, «А кто скажет хулу на Святого Духа, тому не простится». Почему же нет прощения за этот грех? Святитель Иоанн Златоуст пишет, «Потому что Христа не знали, кто Он был, а о Духе получили уже достаточное познание, так, что не говорили пророки, говорили по внушению Духа, и в Ветхом Завете все имели о нем очень ясное понятие». Итак, слова Христа имеют такое значение, «Пусть вы соблазняетесь мною по плоти, в которую я облегся, но можете ли вы сказать и о Духе, что его не знаем? Потому-то хула ваша и будет непростительно, и здесь, и там понесете за нее наказание». Милосердие Божие бесконечно, и нет греха, который побеждал бы его. Но грех всякого, кто упорно отвергает это милосердие и противится самой спасающей благодати Божией, остается непрощенным, ведя к погибели души. Это намеренное противление спасающей благодати Божией, которая есть благодать Святого Духа, Господь называет «хулой на Духа». Если же человек отвергает очевидные действия спасающей благодати Святого Духа, то ниоткуда взяться в нем и покаянию, без которого нет спасения. Это побуждает нас задуматься о следующем. Если мы со всей тщательностью соблюдаем заповеди Божии, искренне принося покаяние в тех ошибках, которые мы совершаем, тогда Божественная благодать, которая пребывает внутри нас, взирая на наше прилежание, действенно заявляет о Своем присутствии. Господь призывает нас, дорогие братья и сестры, исповедовать Его всей своей жизнью, свидетельствуя истинной, живой верой, совершая дела милосердия, достойно с упованием на Божье попечение о нас, преодолевать жизненные трудности, испытывая радость о Господе и возвещая эту радость окружающим нас людям. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа! Благослови, Господи! 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 Продолжение следует...